Привет, дорогие читатели первого российского конного онлайн-журнала Квилайф.ру. Я Виктория Борисова, его главный редактор. Представляю интервью с Мариусом Шнайдером. Мариус является учеником Бента Брендеру, по основателям Академической школы верховой езды. Сам Мариус уже основал свою собственную школу, где он занимается с учениками со всего мира в технике классической выездки лошади. Вы, мне кажется, должны сказать мой привет России. Да, действительно, мы должны сказать привет России. Так, Россия, привет. Я знаю, что у вас студенты из России, поэтому это звонит, интересно. Итак, я, наверное, начну с конца и начну с мероприятия, которое у вас будет, посвященное классической выездке, которая будет очень скоро, в мае. Расскажите мне о нем и особенно о выборе тех, спикеров, которые вы пригласили на это мероприятие. Подобные мероприятия мы начали проводить два года назад, и в этом году мы решили пригласить несколько мастеров, мастеров академической школы, классической выездки и еще людей, которые, безусловно, вовлечены в процесс обучения лошади. Идея в том, чтобы как можно больше разделить знания с людьми, которые этим интересуются. И это главная причина. Мы хотим показать способ обучения лошади, причем именно с мягкой и уважительной, с точки зрения лошади, метода по сравнению с методом принуждения, то есть метода честная по отношению к лошади. Еще интересно, что это не только верховая езда, но это еще и работа с земли. То есть мы показываем людям, с какой стороны начинать работу с земли, какой гимнастический эффект может заключаться в работе с земли, для того, чтобы сделать лошадь еще более легкой в верховой езде, более гибкой. Это еще очень интересно, потому что мы, в частности, на Эквитане презентуем работу с лошадью на кавессоне, с земли. И, например, мы говорим про продвинутый способ работать на корде, когда лошадь остается от вас на расстоянии, допустим, на корде, на кавессоне, но при этом делает боковые движения, например, начало сбора, например, плечо, начало пиафы. И таким образом, оставаясь с лошадью в контакте, можно работать на земле, и можно работать уже, переходить к высокой школе. То есть это не просто лонжирование по кругу. Академическая езда также презентует некоторые упражнения, которые, быть может, больше сейчас не существуют. И, конечно, нам интересно находить те упражнения, которые знали старые мастера, но мы не практикуем сегодня. Как, например, школьная рысь или школьный шаг. И сегодня люди немного об этом говорят, особенно говорят о том, насколько обучающее значение имеют эти движения для лошади. Следующее направление академической выставки тех людей, которые мы пригласили, например, Аня Беран, я не думаю, что я должен о ней много говорить, она будет говорить, тема ее выступления будет называться «Учи свой глаз», то есть «Тренируй свой глаз». То есть она будет говорить о том, сколько те движения, которые мы видим в современной спортивной выездке, органичны для лошади. И это важно, потому что мы сегодня можем видеть много разных всадников, много разных всадников, и они не все работают в классическом стиле. Но это очень важно видеть, насколько правильно или неправильно элемент или движение выполняется с точки зрения лошади. И именно это расскажет Аня Беран. Еще я пригласил Линду Теллингтон-Джонс, и я должен сказать, она невероятная. Она достаточно человек в возрасте, но она полна сил, полна энергии, она до сих пор ездит. И мне кажется, что это очень важно, иметь такой экземпляр перед глазами, и ты можешь понимать, что ты можешь оставаться верхом всю свою жизнь, оставаться с лошадью всю свою жизнь. Она будет говорить о духовном и ментальном балансе работы с лошадью. И в классической школе мы, конечно, говорим об обоих аспектах, но больше о теле. Но иногда это сложно оставаться ментально спокойным, потому что это не всегда работает, не всегда все методы подходят для работы с лошадью. Но Линда как раз дает вот те спокойные методы, которые подходят для любого человека, которые направлены на то, чтобы успокоить лошадь. И вот я считаю, что вот этот вот микс между вот этим ментальным подходом и подходом с точки зрения тела дает очень хороший результат. Еще я пригласил Кристину и Вольганка к Ришке. Они, как правило, известны в основном немецким всадникам, но это будет очень интересно. Они принесут с собой коллекцию железа и покажут нам разную механику воздействия этого железа на лошадь. И какое мы должны выбирать железо, чтобы поддержать лошадь, и какое функциональное значение у этого железа. Много будет всадников еще, мы увидим разных всадников, разные презентации. Это будет очень интересно. Единственное, что я даже должен сказать, что уже все распродано, и за четыре недели было все уже распродано. У нас нет мест, к сожалению, но это так. Ну, может быть, в следующий, следующий, следующий год. С огромной радостью, не без гордости сообщаю, что специально для читателей Equilife.ru для нас с вами Мариус обещал выделить два места, так что два человека могут поехать, поехать на это мероприятие. Единственное, что нужно уже сейчас решить забронировать место, информация в разделе поездки конного журнала Equilife.ru можете писать мне на почту info.sobakaequilife.ru и тогда мы с вами точно попадем на это. Это уникальное мероприятие, которое нельзя пропустить абсолютно точно. Может быть, да, потому что мы делаем такие клиники, такие семинары каждый год. Большие мы делаем каждые два года. В следующем году мы тоже думаем про сделать большой семинар, может быть, меньше, чем в этом году, но это будет тоже интересно. Вы все приглашены. Да, вы все приглашены. Вы знаете, я слышала так много хороших отзывов о вас, что хочу спросить. Насколько я знаю, вы ученик бента Брэдерупа, и два вопроса я хочу соединить в одном. Первый, в каком ключе он учит студентов и вас, в частности, учил, и второй, в чем разница между его работой с лошадью и вашей работой с лошадью сейчас. Вот два вопроса. Да, действительно, вы правильно сказали, это две разных персоны. И, конечно же, каждая персона имеет свой индивидуальный стиль. Мы действительно объясняем, может быть, одни и те же вещи, но разными словами. Мы имеем разный подход, разный путь презентации нашей работы, но мы работаем в одном направлении. Это очень важно. У нас одна философия и одна страсть. Мы любим лошадей, мы любим лошадей и любим людей, и любим нашу работу. Но, конечно, мы по-разному это делаем, немножко по-разному. И по этой причине мне тяжело сказать, что конкретно мы по-разному презентуем, но мы оба пытаемся найти хорошие решения, оптимальные решения для работы с лошадью и делиться ими с людьми. Потому что это именно идея классической школы. Мы не прячем знания. Мы действительно хотим поделиться знаниями классической школы работы с лошадью, с людьми. И мы никогда не боимся, что наши ученики будут лучше нас, потому что это будет самая большая награда для нас, если наши студенты нас превзойдут. И очень интересно смотреть, как люди, с которыми ты работаешь, развиваются. Это, наверное, то, что я могу ответить на ваш вопрос. Конечно, каждый имеет свой стиль. Конечно, мы с ним, с Бентом, имеем разный разный бэкграунд. Ну, например, например, он выполнял троеборья, участвовал в соревнованиях, потом он быстро открыл, что есть другой путь работы с лошадью. Он был в Испании долгое время и так далее. То есть у него огромная история, вы должны сами его спросить об этом. Со мной была другая история. Я профессиональный всадник, получил соответствующее образование как профессиональный всадник. Я работал в больших конюшнях, и я пришел из спорта и работал на международных конюшнях с известными людьми. Это было прекрасное время. И в то же время у меня как раз была возможность познакомиться с Бентом, когда я был подростком и я очень вдохновлен был его работой. Он потому что показал мне как можно работать с лошадью мягкими методами. В это время у меня были лошади, которые были неталантливыми. И для меня было очень интересно как раз получить максимум от этих лошадей. То есть у них не было природных движений. Как раз работая с Бентом я был очень успешен на соревнованиях. То есть мы прошли соревнования высокого уровня и тесты. И это было для меня очень интересно увидеть, что даже лошади не с шикарными движениями могут сделать сложные элементы. Конечно, это будет на их уровне и займет время, но это было интересно. И тогда я решил уйти от соревнований и перейти в тренинг, потому что это очень интересно. Интересно дойти до того, что ты можешь сделать сам как всадник, потому что когда у тебя есть тест, соревнования, у тебя есть определенная программа, к которой ты стремишься, от которой ты не можешь отойти. Но когда ты свободен в своем выборе, ты можешь набрать, открыть такие упражнения, которые не входят в соревнования, но могут развить лошадь. Я знаю, что у вас есть школьные лошади, которые вы предоставляете студентам, и немногие студенты, немногие тренера это делают. Подскажите, эти лошади становятся хуже после студентов, и нужно ли вам корректировать этих лошадей после того, как вы даете их студентам. Да, действительно, это было так в самом начале. Да, у меня были лошади, которые я сначала обучила самостоятельно, то есть я работал с ними с их молодого возраста, и до того момента, как я мог предоставлять их людям для того, чтобы... Значит, и в начале действительно я должен постоянно их корректировать. Где-то после трех месяцев работы с людьми, с моими учениками, они возвращались ко мне в мой частный тренинг, и я их немножко как бы подстраивал, и потом они снова могли работать со студентами. Сейчас это все гораздо лучше, потому что сейчас мои студенты гораздо лучше. Вначале вы действительно должны начинать со своими ошибками, но сейчас после многих лет работы у меня очень много студентов, которые становятся действительно лучше с каждым разом, и эти студенты, особенно из разных стран, они приходят, приезжают ко мне без лошадей. Конечно, те, кто рядом живет, они приезжают со своими лошадьми, но из других стран, из России, из других стран, они приезжают без лошадей, и сейчас их уровень такой, что они уже не уничтожают, не расстраивают лошадей своей работой. Мы встретили Линду Теллингтон-Джон, говорим о том, какая она замечательная, но все время занятая. Следующий вопрос, какие шаги должен пройти, должна пройти лошадь в обучении с начала, допустим, с трехлетнего возраста, какие шаги должна пройти каждая лошадь, чтобы быть образованной, скажем так, но не слишком быстро, не форсировать события. Мы начинаем с работе на земле и начинаем с гимнастики, но в самом начале мы начинаем с коммуникации, это самое важное. Некоторые люди называют это хостмэншип, но по сути это начальная коммуникация с лошадью, и когда лошади приезжают в нашу конюшню, вот этот путь, чтобы найти хорошую коммуникацию с лошадью, чтобы мы могли вместе с ней пройти в манеж, сделать ежедневную работу с ней, чистку, и все вот это первое, чтобы просто банально могли с ней рядом пройти, и все вот это приводит к тому, что лошадь становится концентрирована на мне, и после этого мы уже могли начинать гимнастику с ней. Как же добиться того, чтобы лошадь была концентрирована на ней? Мы начинаем с тренинга ведения, тренинга лидерства, мы ведем лошадь сначала с земли, работаем, приучая ее к тем же командам, которые мы будем давать, когда будем ездить верхом, потому что в течение вот этого первичного тренинга мы уже начинаем потихонечку подсаживаться на лошадь, и мы переводим шаги с работы с земли на потом на команды с работы с земли на команды, которые мы будем подавать, будучи верхом. Это такие простые команды, как вперед, остановка, поворот, немножечко боковые движения, но в любом случае мы в процессе просим фокусироваться на нас, так, чтобы лошадь понимала, что когда мы идем работать в манеж, это интересно с нами работать, и классно иметь фокус на мне, потому что тогда мы будем делать интересные штуки. Конечно, мы также используем много мотивационного тренинга, либерти-работу, это все принадлежит к так называемому мотивационному тренингу, и еще в это время мы начинаем работать с гимнастикой, потому что гимнастика объясняет лошади, что это команда для того, чтобы идти вперед и вниз, это команда для другого, и во всем этом лошадь находит собственную концентрацию. Очень часто нас люди спрашивают, как же так получается, что все время лошадь сконцентрирована на тебе, даже когда ты просто не смотришь на нее и говоришь в микрофон, как же это получается, что ты это делаешь без того, чтобы трясти веревку или использовать хлыст. Это возможно, потому что мы всегда стараемся работать с лошадью в очень расслабленной атмосфере, мы не давим на лошадь, всегда в позитивной расслабленной атмосфере. И вместе с этим расслабленная атмосфера для лошади тренинг становится не скучным, а очень впечатляющим, интересным. И даже на выставке, где много людей, у нас это получается. И нам это нравится. Я надеюсь, что это не наше последнее интервью, сейчас я, наверное, закончу, но я надеюсь, что мы увидимся очень скоро. И напоминаю, что увидимся с Мариусом Шнайдером, а также Бентом Брендерупом, Аня Беран, Линдой Теллинтон-Джонс, Кристиной Вольфган-Кришке и другими всадниками и услышать их интереснейшие доклады на тему классической выставки, на тему работы с лошадью, пообщаться с ними лично, быть может, задать вопросы. Можно будет на трехдневном семинаре, и большом семинаре, который устраивает Мариус, и на который у нас с вами есть только два билета, так что, кто будет первыми теми двумя счастливчиками, которые поедут с нами, узнаем совсем скоро. Можно писать на info.sobaka.equilife.ru и напоминаю, что мероприятие будет 30 мая с 30 мая по 2 июня этого года совсем скоро. А мы с вами увидимся и услышимся в следующих интервью. Например, следующее интервью у меня будет с Кен Сидисли. Это будет видеоинтервью, так что до следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok